ревешки хелло как говорится приветствую вас в алматы сегодня прокатимся с вами на самом современном и самым дорогом поезде в казахстане который следует из алматы столица государства астану бывший нур султан что к чему обзор поехали позади нас вокзал алматы 2 давайте прямо отсюда пойдем заодно расскажем что к чему кстати очень чисто посмотрите площадь у вокзала зелень фонари гирлянды даже хотя еще не новый год можно комфортно подождать поезд если погода хорошая идем перед тем как зайдем на вокзал несколько важных слов о казахстанских железных дорогах в стране 720 жиде станции протяженность путей более 14 тысяч километров для сравнения в германии 33 тысячи километров путей в россии 122 тысячи а в сша 250 тысяч километров жиде путей и вот еще один интересный факт в железнодорожных дорогах в железных дорогах казахстана работает один процент всего населения страны лужа внимание оба раз-два так ребешками на вокзале просторно вот расписание поезда ходят в основном по казахстану международных поездов этот не вижу никаких есть зал ожидания глянем пусы 0 процентов на все кредит не хочет взять и вот такой зал ожидания вот туда как вы помните мы с вами уже катались на казахстанском поезде из астрахани ватыра он там был такой простенький паровозик сегодня поедем на самом дорогом и самом быстром современном поезде в стане называется тальга 250 до поезд иностранный кстати уже подали поезд вон там я видел стоит огромное количество людей до сих пор покупают билеты на ж.д. вокзалах то есть прям выделяют на это целый день едут на вокзал с другого конца алматы вот сегодня пробки были 10 баллов то есть полтора часа едут сюда а то и бывает и два часа час проводят здесь два часа идут обратно то есть весь день чтобы купить билет на поезд собственного некоторые люди до сих пор не признают интернет вот специально едут лишь год получить бумажный билет руки таких людей очень много и так вот он красавец поезд этот испанский но здесь стоит сказать важную вещь 2015 года по казахстану ездят тальга 250 которые сделаны здесь же в казахстане завод находится в астане в этом поезде нет ни плацкарта не сидячих мест там только купе и люкс а также самое дорогое что есть во всей стране это люкс грант с душем короче ребят у нас сегодня люкс и грант с душем тот самый сегодня на нем поедем вот наш локомотив так чье производство интересно а теперь конечно у многих вопрос ух ты как интересно какой модный что происходит может он тоже туда короче как купить билет на этот поезд нет ничего проще заходим на сайт railways kz супер удобный супер понятный сайт там есть русский язык выбираем город куда ехать алматы астана ну или любой другой город который нужен выбираем дату и дальше выбираем конкретный поезд поездов два вида есть социальные а коммерческие поезда социальные большинстве своем выглядит вот так а коммерчески вот так вот но некоторые социальности не покликал ради интереса увидел что некоторые социальных тоже выглядит вот так поэтому когда будете выбирать конкретно направление конкретный поезд покликните по каждому возможно за эти же деньги сможете уехать на новом красивом поезде красиво да люди интересные а вы местный сам а чё не здесь и раз он тут нравится россия сейчас сами сайте же состояние что происходит в россии поэтому пока работы нет отдыхаете ладно еще раз ладно всего числа да 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 спасибо ладно спасибо самое приятное то что у нас и обычное купе а также люкс гранд то есть у нас два вида купе обычное и самый дорогой сегодня посмотрим на оба какой-то 13 знаешь что если последний вагон последние вагоны то они больше виляют последний вагон всегда виляет сильнее чем кого-нибудь вагон в середине туда-сюда туда-сюда соответственно спится не так крепко 11 уже лучше давай паспорт вам почти пришли в бананчики возьмем 4 банана да можно все даже 5 давайте все возьмем и 4 ты можем яблоки сколько с нас и вот спасибо больше простите 3 а я вот в другом вагоне на я пока зайду тут это место яблочкой по мою хорошо в третьем 3 а кормить будут кормить до правда офигенно не нравится этот поезд так заходим до все это все так так 13 налево хорошо скажу честно я на таком поезде пропусти человека кирилл какая-то тут на среде идите все-все-все тут очень узкий проход путь я на таком пусть и уже действовал нижней ногой точно так вы же кандиды 50 какой-то 5 по-моему вот это сюда ну вот смотрите значит давайте посмотрим что к чему садись это обычный купе это самое простое недорогое что здесь есть садись сюда мы прям начнем как надо я иду такой здрасте ты поздоровайся здравствуйте вы тоже встану да и такой счет 150 кило и и вот у меня это мое место что такое ну еще раз здрасте здрасте ну и как то вот вот такая тема вот так вот еще тут сидит человек и вот тут сидит человек поэтому такое купе она европейская вот многие европейские поезда они вот сделаны в таком стиле что люди сидят друг напротив друга дать еще осмотримся значит это полка так подожди она закрыта там простите а если полочку опустить это надо как-то ключ самому не опустить что ли вот прямо сейчас и плеч полежать то есть нужно вас дать ясно мнением как бы просто интересно было ладно вот такая вот полочка можно убрать чемодан но опять же поместится максимум три чемодана вот все это это полностью задвину туда больше чемоданы там шире как длине он будет торчать столь нифига себе смотри его смотри даже как и сделано красота что очень интересно есть лестница чтобы подниматься на вторую полку здесь а вот у вас помнишь в том фильме раз потом 2 потом снова так раз что простите себе сходите вагон отмечайтесь там а я хорошо сейчас пойду а надо прям и прям идти уже все сейчас пошел вас понял спасибо пойду как я к себе в вагон 7 минут до отправления нужно 10 вагонов пробежать в красивых фильмах про богатых спасибо я ваш кошелек я не продешевил 3 3 вагон здрасте я просто я один еду я просто едет в этом 13 вагоне товарищ мы там сидели оскали к вам прибежать тогда и чё я пойду пока обратно я приду попозже 26 минут а кормить будут кормить еда будет какая-нибудь а здесь нет что ли блин хочу я пошел тогда брат потом приду попозже ладно скоро увидимся спасибо и чё теперь через все вагоны тащиться через 10 вагонов опа-на клеёночка на столах уровень ведро очень высокие проходы в этом тальне а вы куда сюда что ли давайте да с чемоданчиком не очень да чтобы вы поняли как я сейчас стою вот так вот пришел с этим с бредом было место максимально социальный поезд спасибо тринадцатый ура опа смотри как уютненько стало вот другое дело это первое впечатление они ну сами понимаете надо сначала протест а потом писать комментарии про коридоры тоже да мало кто ходит туда-сюда то есть вы зашли в вагон и как бы ну тут тусуетесь или стоите вам не нужно ходить туда особенно с чемоданом если у вас конечно спланировали поехали вау вот и все видно ребятка расстояние между алматы и астаной около 1200 километров ну потому что можно поехать на машине можно поезде длина пути немножко разные на машине 1225 что-то такое на позже может чуть где-то короче или на борт длине время в пути 14 часов 21 минут то есть средняя скорость поезда 80 км ч но на самом деле больше потому что есть еще остановки и вот первое впечатление во первых тихо и это классно но пока едем кажется медленно но тихо уже хорошо во вторых смотри уютненько стало да красота то есть цвет приятный такой полочки ну блин надо было вторым тоже раз сюда закинуть да полку откинуть попросите ну так если представить она где-то опуститься вот до сюда вот до сюда прям на сиденье все это дело опускается кирилл собирается спать вот здесь сейчас нагреем немножко да тебя подушка лежит вот здесь да ты как бы типа лег вот ну нормально уместился то есть два метра но ночью естественно ты-то начал ёрзать что-то там тебе приснилось да будет шатается и утром рассыпаешься вот так но я что-то буду делать извини что подушку испачкал самое главное ничего пока что не скрипит потому что мы знаем да в наших составах только поехал там что-то где-то бренчит и так уже многих это напрягает а вот чего не слушает индивидуального не должно же быть для команд а вот так и чувствовать делать какая-то она не яркая раскочегарилась загорела нормально и наверху есть такой фонарик ночной а вот это классно там кому-то будет лицо светить но прикольно смотрите вот уже можно так почитать но светит прям ярко ну чё там вообще что происходит красота джак вот видел он справа не как на многие писали в комментариях вы неправильную машину звали как надо джак джак это вот это вот а у нас был реально как это разные компании самое не плево что даже не сесть нормально ну то есть тут вообще никак не сесть потому что у нас на разложенном купе вы знаете можно ножки поджать звуком посидеть как-то поработать что-то поделать а здесь как бы вообще приедем себя 5 секунд и продолжим ребят продолжаем стало опа шатается интересно стало немножко прохладнее вот сверху дует вот решетка кстати очень равномерно распределяется поток дует не в голову потому что голова вот там а вот дует отсюда как бы середины и дует больше в ноги а у нас как вы знаете сверху лупит и бывает в лицо не клево кстати да плечиков нет вешалки вот у нас знаете висят машика и да а здесь ты чё нашел какой-нибудь крючок а вот крючок для одежды смотри вот есть крючок для одежды но такое тоже куртка встать вот сейчас дождь мы с улицы прибежали там куртки грязные под дождем там что-то где-то на вокзале терлись голова здесь но естественно здесь потому что голова не здесь может а здесь лестница тут сюда явно спят все ногами нет можно конечно сюда но все-таки головой лучше вот под сюда значит голова здесь и тут ваша куртка грязная какая-то мало ли там чья-то секьюрность нахождение в купе есть вот такое вот такое закрывать и вот такая штучка соответственно если вы так то сделали и кто-то ну чушь конечно ночью нужны всем ваши драгоценности ломиться среди ночи и все уже не зайти туалет посмотрим туалета в этом типа нет в личном а в нашем в том есть третьем вагоне просмотрим какое вагоне туалет очень маленький туалет то есть в российских культах туалеты прям раза в два больше здесь вот прям вообще в упор как даже умываться если двери закрыта вот у него когда ну вот так вот уже здесь надо вот так вот умываться соответственно тут тут уже умылся и набрызгал в целом чисто то есть если будет не вот это но это кто-то сделал пулетик числим все аккуратно а это что такое это офигенно смотри то есть не два туалета как бы если просто нужно мыться снизу эргономичная тряпочка капает на пол его смотри тоже интерфейсе для мусорка вот вы знаете там наших местах прям огромная мусорка в ногу и мусорка вот здесь и у вас какая-нибудь бутылка полутора литровой да ладно даже полудно будет стать вот она и стоит это попробуйте ее убрать вот туда так мы все взяли я обратно сюда не пойду через 10 вагонов люди головы прошли завесел чего голубь прошел я бы рад пройти боком но у меня там рюкзак и боками тем более не пройдет вот такой купе можно сидеть можно лежать так вас не заденем а вам тут удобно вообще что-то маловато у вас местечко кто-то вообще а люди уже спят ну правильно а че ну смотри кулер водичка бесплатная нормально у этого поезда самое удобное время отправления и прибытия на 20-20 и отправляется ну так там часик поковырялись полдесятого года и еще и прибывает в 10 с копейками проснулись зубы почистили уже и приехали позвольте маловато местечко да маловато начинается красота так аккуратненько вагон ресторан салаты 2100 там где это уже все занято нифига тут уже все занято вообще не сесть его я думал седем покушаем как-то вот это царь вагон смотри вот это другое дело да а ключик никакой не полагается или полагать по причине это ясно все спасибо круче потому что это обычное кубе в поезде вас по нижней вообще один в один то же самое я на таком ездил значит это люкс грант купе с душем вешалки есть вот вешалки да вот там такие же очень странные но со смягчителями чтобы не дребезжало и не болталось чего дочек вот сразу вместо вагон во всех смыслах этого слова убираем и тут еще кирилл может продавать багажные места там даже как ковер наверху прикинь мягко чемоданчик лежит на мягком это что такое окошко окошко ну уже ночью ничего не видно свет у нас такой что тут еще доля ну и вот самая красота это душ в каждом купе люкс грант с душем вы судя по названию ездили заходите раковина большая можно умыться и душ это все нашим купе люкс грант купе это самое дорогое что здесь есть но опять же нюанс да представляете вот мы с кириллами не знакомы ну вот я лежу кирилл помылся и выходит вот тут такой как бы вот так вот этот лежу и он тут начинает ходить своем там полотенце на пояс накинута или в туалет ночью вот в туалет а вы тут спите человек сверху спустился и пошел в туалет ну такое рыбачка время у девять вечера уже распать ну давай все кирилл вали уже яблочки бананы фрукты на ночь полезно очень хотелось в ресторан сходить но там прям вообще битком когда-нибудь еще идти два часа обратно увидимся вуаля апдейт апдейт пока еще не спим опустили и кроватки самое классное опа здесь можно нормально сидеть правда облокотиться туда все равно нельзя эта штука мешает честно говоря непонятно как вообще принципе сидеть только лежать ну как бы это чисто ночной поезд прилег и ежай себя но можно нормально сидеть и тут такой кирилл из души выходит и фар такой на меня он в полотенце здравствуйте вот есть лестница так хорошо рыбочки мягонько увидимся если что-то ночью будет интересно я надеюсь тебе будет хорошим я вам расскажу приобрел уже так сказать полчаса прошло с момента ухода кирилла приятные новости я подключился к вай фай и тут есть такой портал портал местные которые не привязаны к интернету и тут прям нормальная киношка в отличие от ржд там где три канала работает и что нормальный посмотришь здесь реально есть что посмотреть киношечка можно с моего-то подключиться можно с телефона красота яблочки не зря купили прям пригодились я что придумал так вот подушечки сделал вот так облокотиться отлично вообще удобно свет настроил подушечки настроил сидеть удобно и вообще по красоте яблочко не зря взяли увидимся обновился серьезный наш любимая лайков интерфейс недостаток интерфейса конкретно купе люкс грант каким-то короче самое дорогого купе поезд разогнался что-то измеряется но по ощущениям км 100 как бы поездок сейчас 3 км 100 в час едет и пытаясь уснуть но шумно а откуда шум кто бы мог подумать значит смотрите откуда открываю душевую кабинку и шум идет оттуда а знаете почему потому что слив душевой кабинки сделан на рельсы ну как старые туалеты ну судя по звуку потому что вот там нет внизу панели соответственно а тележка так как мы едем в первом купе первое купе тележка находится прям под нами колесная пара короче говоря колеса активы вот это она получше но все равно снизу и оттуда звук идет мы будем спать пытаться спать сейчас о спасение вещи хорошие беруши вообще мы вылились даже аспа быстро неплохо неплохо ни одной остановки не слышал не знаю что там магия вот когда видишь пороси на поездах все там скоро времени почти 10 скоро прибываем надо вставать но есть существенный еще один еще один минус нашелся это как видите свет сразу так да потому что он что в наших поездах как помните что ручка опускается блокаут так называемая да все красота спишь темно ну а тут с 7 утра с 8 по местному это 5 утра в Москве уже шарашил свет что там вообще за окном какого какого любишь что вообще не готовы к этому даже одежды нет ну то есть мы были в Алматы там было прям жарко вчера в натуре смотрите уже вон лед почти на на воде сразу проснулся так ладно сейчас надо умываться и собираться а вот еще что тут офигенная вещь регулировка температуры есть вот там сверху крутилочка вот вот она вот музыка ну музыка вообще никогда никогда не играет и температура и вот отсюда отсюда тепло идет очень интересно кстати а сверху идет вот там прохладный воздух вентиляция отсюда тепло ладно будем умываться у нас еще душик есть да красота что надо кирилл пришел что ты тут будешь делать тут даже сесть негде заходи я не знаю что сейчас пристроим куда нибудь вот ремешка утренняя сценка это два человека в купе вот не хочешь много убрать вот вот как бы мы проснулись и ему остается только лежать там а если он хочет сидеть здесь это вот так выглядит ну надо как бы поднять это все дело ну а если я хочу лежать а ему как бы вот только вот так сидеть если он не хочет лежать вдруг там а так ему нужно лежать там так я пошел умываться и так так вот местечко немного давайте настроим все это дело давай наставай посмотрим как это работает так так смотри кровать превращается все она не сложится сейчас вместе с нами все можно сидеть отдыхать вот старый паровозик едет это тот самый социальный есть коммерческий есть социальный а знаете что лайфхак как тут удобно реально удобно сидеть смотрите вот так вот вот так вот потому что иначе ноги никак не выкинуть и вот так если сидеть вот так удобно вот так как туалетная дверь одна только один человек может так сидеть здесь уже так не посидишь ну ребят что приехали добро пожаловать в столицу государства ну Астану Астану так нужно все делать быстро потому что это остановка то есть это не конечная станция прибытия он едет в Уральск поезд так все взяли идем все выходим выходим мы тоже выходим все выходим все взяли я даже ничего не проверил спасибо большое все так всего доброго нам тяжело так ребятки теперь значит сколько все это стоило давайте сразу поговорим о ценах можно конечно много ругаться на какие-то нюансы недочеты которые мы обнаружили но они на девяносто девять процентов на 95 окей на 95 процентов касаются конструкции поезда почему испанцы сделали такой поезд я не знаю, что и со 1993 не катались вот это честно говоря странно но, как бы казахстанское предприятие делает то мы на вокзале, что вы хотели короче говоря казахстанское предприятие естественно выпускает по поезда по лицензии соответственно что им дали то они и делают ну на самом деле поезд типа европейские но как видите даже в европейских поездов На фоне наших поездов недосчеты довольно приличные, что касается габаритов, конструкций, много чего. Но что касается бригады поезда и особенно начальника поезда, огромное спасибо. Честно говоря, это самый, мне кажется, вежливый начальник поезда, которого мы когда-либо встречали, пока путешествовали на поездах. Это вот прям огромное спасибо. Так вот, теперь цены. Самый дешевый билет, Тальго Турист, это вот твой билетик, стоил, внимание, ребятушки, 11 тысяч тенге. За купе, за место в купе, у нас даже плацкар столько не стоит. Какой-нибудь Москва, Киров, да, и то там меньше ехать. Тут 14 часов, а у нас там ехать типа 11-12. Сколько стоит? Вот там и здесь. Дальше у нас идет Тальго Бизнес, это купе, то есть как вот у меня, так сказать, типа СВ, но без душа. То есть просто два места. 15 395 тенге. И следующий это Тальго Гранд с душем, это вот то, где, так сказать, я ехал. Это стоит 22 979, но это одно место. Куда? Но мы выкупили все купе, это обошлось нам 46 тысяч тенге. Все, Гранд, Люкс, Купе с душем 6,5 тысяч рублей. Поэтому, ребятушки, жаловаться на что-то за эти деньги, это лучшее купе лучшего поезда в стране, я думаю, вообще как бы нет смысла. Огромное спасибо поездной бригаде, еще раз спасибо начальнику поезда, все было максимально вежливо, комфортно, удобно и понятно. У поезда, конечно, есть определенные недостатки, но если ездишь, наверное, там раз в две недели постоянно, то ко многим вещам привыкаешь, можно как-то приспособиться. Особенно, если я разложить обе полочки на нижнюю сейс с ноутбуком, а сверху вещи, во, но стоит, конечно, чуть дороже. Ждем ваши комментарии, очень холодно, ну то есть вот минус один, вот в такой одежде приехали, из плюс 12 Алматы. Ждем ваши комментарии, спасибо, что посмотрели, привет из Казахстана, увидимся, пока. А куда мы поедем? Ну, куда надо ехать? Ну, я откуда знаю, куда тебе ехать? Да у вас дорого, наверное. Куда ехать? Ну, мы еще не решили. А, еще не решили? Ну, решайтесь. Сейчас решим, хорошо. Сейчас, сейчас, сейчас. Спасибо.